так ну что раз два три запись пошла сегодня у нас гонка в игл крик она же кентукки спидвей полуторамильный овал кентукки но и едем мы на машинах стоккар 2018 x но по сути это младший дивизион но стоккаров xfinity машины где-то примерно на 100 лошадиных сил менее мощные чем кубковые но от того не менее интересные 102 круга дистанции нас сегодня ожидает полутора мильная трасса но это где-то 150 миль сегодня по дистанции на прогреве я должен быть за куки в inside line я надеюсь куки это вот этот чувак перед мной все таки я должен стартовать последним сегодня я опять же квалификацию пропустил не ехал и у нас тут у нас писаненко тут едет у нас денис удачен и николай герасимов лаки страйк знакомые лица стас павлов есть павлова не видно два прогревочных круга на этой трассе я начал готовиться к старту самое сложное сейчас будет для меня это то что я взял тот сетап который я не пробовал и первые круги для меня будут загадкой самое главное ехать не разворачиваясь что все готово к старту сейфти карта погасил огни сейчас будет уходить с трассы лаки страйк у нас четвертым квалифицировался обычно повыше забирается в квалификации но может быть в этот раз времени не было подготовиться я только что ехал гонку инди кара в водкинс глине и тут конечно большой вопрос как мне удалось успеть зашел ребята уже собрались стартовать и они уже выходили на стартовую решетку готовились отправиться на прогревочные круг в самый последний момент я зашел и ради меня сделали рестарт вармапа за что большое спасибо джейси до админа сервера океана впереди меня опустим сейчас и будем действовать аккуратненько планомерно если сейчас будет гонка напоминать то что было неделю назад в канзасе да или где в чикаго лэнде мы ехали до канзас был на другом сайте вот если это будет напоминать то что было в чикаго лэнде то конечно для меня это будет немного плохо дело в том что в чикаго лэнде мы ехали под зеленым флагом от старта и до финиша мы не знаю что за три круга до финиша у нас случился желтый флаг и там соперник который шел передо мной попал в аварию но он развернулся выходе из поворота в итоге это привело к тому что опа был желтый флаг и мы финишировали под желтым флагом я сейчас должен притормозить притормозить и теперь спокойненько их объехать нужно ехать за акирой 13 ну вот отлично я попробовал машину я ее прочувствовал теперь что можно теперь можно менять настройки скинем робер да робер спринг что он у меня был на 18 нанометров ну не ньютон метров на миллиметр и это оказалось наверно великовато значение но другой стороны была очень и очень стабильная машина сейчас я поеду на петлейн открылись как раз мне терять нечего мне надо ехать строить свою тактику не оглядываясь на других теперь я сзади еду поэтому мне можно странно что не едут те кто побывал в аварии 80 километров в час держим эту скорость хорошо что тут был конус на въезде на петлейн показал где этот въезд где начинается ограничение скорости и сейчас надо остановиться у своих механиков они как раз самые последние стоят легко 14 секунд замена резины дозаправка полного бака ну и конечно мне робер спринг поменяют на более мягкие что это мне может дать мне это может уменьшить аверстиры на выходе из поворота не знаю нужно ли мне было уменьшать но по первым ощущениям у меня было все хорошо и можно было немного уменьшить ну точнее да добавите избыточной немного поворачиваемости на выходе из поворотов что она была недостаточной лаки страйк уже идет вторым неплохой старт для него гроссман на седьмой позиции не заметил я сразу гроссмана в списке да денис у нас идет на восьмом месте писаненко девятый я пока предпоследний но уже это лучше чем быть последним удивительно что те кто побывал в аварии на первом круге не заехали сразу но вот сейчас кто-то едет да чувак назвавшийся жилем вильнёвым заехал на питлайн но и получается я теперь пятнадцатый видно кто-то проспал открытие питлайн на предыдущем круге здесь мы едем с дефолтным да со стандартным овальным плагином поэтому питлайн открывается на первом круге ну и не будет конечно здесь надписи ту ту гоу ту ту грин поэтому даже если у нас да еще будут правила лаки дога немного другие лаки дог у нас будет должен обгонять по инсайду а не по аутсайду как пишет ну игра будет писать обогнать по инсайду в целом конечно возможно всякие глюки например на прошлом этапе у нас когда появился желтый флаг на финише один чувак ну просто необъяснимо получил штраф с другой стороны я думаю что если эти штрафы посмотреть да присмотреться то может быть там можно найти где у кого какой косяк был но иногда вот именно старый плагин дает такие необъяснимые штрафы кто-то еще на питлайн поехал это Денис Удачин я так понимаю решил что-то свое по тактике придумать я должен быть за Акирой это черно-желтая машина я так понимаю двенадцатый номер на аутсайде ну шесть кругов мы проехали из ста двух ну посмотрим сейчас как будет развиваться гонка будет ли это единственный желтый флаг будет ли это один из немногих или будет они повторяться конечно я зашел довольно поздно у меня никто не прогрузился по сатану по скинам все на дефолтных скинах едут но некоторые даже на привычных мне скинах едут вот Кроссман под пятым номером в Xfinity он у нас тоже под пятым номером ездил и Денис Удачин под сорок восьмым это его либрея в принципе я его узнаю но в описании я отсюда не вижу возможно он другую машину выбрал в этот раз вообще конечно эти скины они рисовались для Лиги Стоккар Симрейсинг СТСР ребята участвовали в создании мода в тестировании этого мода перед тем как отдать его студии 397 чувак рано палец обгонять и у нас три лайт возник еще до линии старт финиш и вот эти вот ливреи на самом деле носят имена пилотов которые ездили в чемпионате 100кар Симрейсинг откатываюсь потихоньку на последнее место на внутренний меня сейчас прошел Денис смотрим будем постепенно разгоняться будем смотреть за тем как машина себя ведет как работает резина чтобы не перераскудывать ее раньше времени здесь не должно быть такой же фигни как было в каком-нибудь Лас-Вегасе Канзасе и в том же наверное Чикаго когда внешка лучше всего работает у меня все равно тянет на внешку обгонять по внешке меня все равно тянет на внешку обгонять по внешке благо эта физика позволяет и на внешке работать и внутри все таки внутри на этой наверное трассе более выгодно бэнкинг довольно маленький и трасса конечно кажется очень широкой и минус впереди меня порываемся потихоньку наверх обогнали двух двенадцатых номеров теперь впереди Никей Жильвельнев вверх все понятно чувак думал что что-то сможет сделать против меня по внешке вверх все понятно Никей Жильвельнев собирает стены и в итоге откатывается назад на четырнадцатой позиции я тринадцатый смотрим смогу ли я достать до ребят впереди будет ли у меня сейчас этот темп нужный и пока я все круги проехал в борьбе это первые круги на чистом воздухе для меня в этой гонке и вообще не только в этой гонке на этом этапе я квалификации не ехал я в армап не ехал я зашел и сразу прыгнул в гонку 15 кругов пройдено все неплохо есть ощущение что я догоняю соперника впереди и 95 процентов резина спереди справа на следующем петстопе можно будет убрать еще спринг крабер но чувствую что машина может поворачивать более лучше все таки есть уже какое то такое недоверие к сетапам герасимова то тянет сначала это что нибудь накрутить на недостаточную поворачиваемость а потом уже по ходу гонки добавлять себе избыток обратно приходя к тому что изначально сетап был прямо то что надо начинаю перегревать передняя правая надо перестать так делать будем более широко выходить из поворотов будем притормаживать в поворотах все таки бэнкинг довольно низкий поэтому резине тяжеловато здесь можно добавить трекбара в поворотах и в 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 Попытка номер два. У меня выход был лучше на этот раз. Ленис уже восьмой, потому что он-то заезжал на пит-стоп и был последним. Он же перед самым рестартом заехал. Раньше я по времени остался один час. И восемьдесят кругов, смотря что быстрее закончится круги или время, но восемьдесят кругов, если мы будем ехать под зелеными, минут за сорок мы должны преодолеть. Все открыто. Взлево, взлево. Взлево, взлево. Все открыто. Надо убирать спреймкрабер на пит-стопе полностью. А вот и елоу, 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 который мне поможет. Сразу запросим пит-стоп. И наш Жильвельнев сошел. Что, я уже прорвался до Роса Гроссмана. Ну и в принципе, думаю, сейчас двадцать четыре круга прошло. Наверное, все поедут на пит-лейн. Будут массовые пит-стопы. Приятно видеть, что Росо продолжает участвовать в гонках. Давно мы с ним не пересекались на трассе. Завершаем двадцать пятый круг, отправляемся на двадцать шестой. Ну вот, получается, что у нас сейчас желтый флаг. И это может приблизить нас к ограничению по времени. Сейчас, конечно, лучше всего ехать где-то по центру трассы, чтобы Локидок смог проехать. Потому что тут непонятно, с какой стороны он поедет. А, все, он уже проехал, я думаю, да. Отыгрывать круг. Сейчас у нас откроется пит-лейн. Так, пит-лейн открыт для машин в лидирующем круге. Но, в принципе, у нас все машины в лидирующем круге, кроме единственного кругового. И мы можем спокойно поехать на пит-лейн. Да, даже круговой может поехать на пит-лейн. Но он все-таки Локиддогом был, да. От круга отыграл, в лидирующий круг вернулся. Как бы, игра будет ему говорить, что пит-лейн закрыт. Но, при этом, у него будет лонгий слайн. И ему, что так, что так, пит-лейн будет закрыт. Любители по средней линии ездить. 15 секунд. Здесь пит-стопы проходят как-то подольше, нежели на кубковых машинах. Посмотрим, отыграюсь ли я как-нибудь тут по лаке страйк превысил. Не превышил ли я, блин? Фух, я не превысил. И выехал позади Дениса. Отлично. Денис позади Роса. А Рос позади Влада. Да, Писаненко идет седьмым. Вандерберг. Ванденберг. За мной. Что, нужно будет немного быть аккуратным на рестарте. На холодных шинах. На измененных настройках машины. Посмотрим. Лаки страйк. Что у нас получил. Спидинг пит-лейн. Лонгист лайн. Его сейчас перекинет в конец. Уменьшить трек-пар. Поехал на пят-лейн. На этот раз, наверное, ему терять нечего. Сразу выйдет сзади. Поехал на пят-лейн. Гонки. Проехали мы двадцать семь кругов. На двадцать восьмом сейчас находимся. В принципе, первый желтый флаг у нас был на первых кругах. Потом был отрезок, наверное, кругов двадцать. Под зеленым флагом. Если у нас будет сейчас еще один длинный отрезок. То, в принципе, гонка должна длиться. Будет не так много. Проедем мы быстро. В простом, хватит ли нам ограничения по времени. Не хотелось бы финишировать гонки по времени. Все-таки приятнее, когда мы укладываемся в отведенный лимит. У нас здесь лимит, наверное, может быть маловат. Хотя, с другой стороны, ну, сто кругов, сто кругов. Мы должны проезжать довольно быстро. Вон лапта гоу за Гроссманом на аутсайде. Это его синяя машина. Такая темно-синяя. С красной надписью. У чувака здесь лонгист-лайн пеналти. Он был локет-догом. Таким образом, да, там, не мужипи поехал на пятую. Прямо на ванту гоу. У нас что получается? Там чуть ли не Писаненко, Гроссман в лидирующей группе. Да, вторым рядом идут. Впереди снова и Ларс. Третьим рядом идут я с Денисом. Главное, аккуратненько на рестарте. Сзади будут не самые, наверное, терпеливые ребята. Хорошо бы их и сдержать. Я готова к рестарту. Ждем ухода сейфтикара. Да, сейфтикар ушел на пятлейн. Теперь ждем грин флаг. Вообще что, длинновата вторая передача на этой машине. Проигрываю рестарты. Хочу втревать лезть. У меня инсайд и так есть уже открыт. Я не вижу, кто там на инсайде, но прям чувствую, что кто-то есть. Неужели это Сноуви, который с первого ряда стартовал? Сноуви впереди. Такий страйк уже рядом. У меня тройхорн, да, сбоку. Мы уже, наверное, третий круг бок о бок едем. Ух, наконец удалось отделаться от него. Что? Кто-то у нас лаки страйк, лаки страйк. Не смог тройхорна пройти. Вот мы ехали с ним три круга бок о бок, а тут нет, не смог. Ай-яй-яй, а я не могу это. Да-да-да, подождать надо сейфтикар. Сейфтикар выехал. Мы слишком близко были к линии старт-финиш, поэтому проскочили. Эпиты сейчас открылись. Мы сейфтикар опередили. Сообразили сейчас. Слишком близко находились к линии въезда. Точнее, к линии старт-финиш, когда случился желтый флаг. Поэтому сейфтикар выехал. Прям сразу. Что? У меня никакого ремонта. В принципе, шины свежие. Топлива много. Не знаю, есть ли смысл сейчас заезжать. Терять позиция. Исаненко на вторую позицию вышел. Каким-то чудом у нас, в принципе, все прошло без штрафов. У нас пара человек поехали на Питлэйн во время того, как мы замедлились в ожидании сейфтикара. И самое прекрасное, что они смогли не получить штраф за обгон под желтыми флагами. В такой ситуации, когда все тормозят, а ты едешь на Питлэйн, очень легко кого-нибудь обогнать до линии выезда на Питлэйн. При том, что да, вы будете по разные стороны от этой линии находиться, от линии коммитмента. Повезло. Еду я за Снову и на прошлом рестарте он был вторым. Сейчас откатился на шестую позицию. Я седьмой. Я состорожничал тогда на рестарте. Ну и, в принципе, довольно много времени мы потратили с Трейхорном на то, чтобы разобраться, кто из нас должен быть впереди. Мы ехали буквально бок о бок. Третий желтый флаг в этой гонке. Тут потихоньку-потихоньку время истекает. 34 круга пройдено, но, в принципе, можно сказать, что мы прошли примерно 3 дистанции. А времени, наверное, у нас еще осталось с запасом. Да, 46 минут. Если нам ехать, еще примерно 66 кругов. Ну, чуть больше, наверное, 6. Где-то у нас, может быть, еще минуту 5-7 останется еще на пару желтых флагов. Если будет еще один-два желтых флага, то мы можем уже тогда финишировать не по кругам, а по времени. Сейчас я на инсайде должен буду принимать рестарт, если опять никто не уедет. А вот опять кто-то уехал в последний момент на пит-лейн перед One2Go. Денис, удача, но решил, что ему неприятно стартовать так высоко впереди. Возможно, надеется на длинный отрезок под зелеными флагами, что он сможет как-то наэкономить топливо, чтобы была топливная концовка. У него есть на это чутье. Я пока так далеко не могу считать, я даже не смотрел, насколько у нас хватает полного бака кругов и сколько литров я трачу на круг. Пока думают только о пилотаже. Позади Гроссмана я на рестарте, ну а перед Гроссманом идет его друг Писаненко. То на аутсайде у нас все знакомые ребята. Ларс и Вандерберг на инсайде. И снова на инсайде. Не забудем скинуться на вторую передачу. Сейфтикар погасил огни и уходит с трассы. Все готово к рестарту. Прямо берет желание попробовать рестарт принять с первой передачи, но... Первой передачи мне не хватит. Чувак, меня пытается до линии старт-финиш сделать. Блин, не надо так делать. Опа, удар сзади был. А теперь и спереди ударчик был, и сзади был. И йеллоу, йеллоу, йеллоу. Опять Локи Страйк проваливается. А я только похватил эту лигу, что здесь мало желтых флагов происходит. Ну, в предыдущей гонке действительно так было. Мы всю гонку под зеленым ехали. Приходит Локи Страйк, и у нас сразу что-то происходит. 43 минуты до финиша. Теперь будем больше посматривать, наверное, на время, нежели на круги. Ну вот, а ехали. Мы еще даже не успели толком стереть колеса. 98% передняя, правая, самая измышенная, остальные по 99%. Ремонта же у меня нет. Сейчас убедимся. Нет, ремонта нет. Очередной желтый флаг. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему он нас приведет. Вот. Вот. Все-таки больше 60 кругов до финиша. Лето, в принципе, завершаются все чемпионаты. По сути, сейчас вот эта летняя серия заполняет собой весь этот перерыв. На VRC у нас закончился NASCAR. Закончились у нас и различные формулы, которые были весной. Да, у нас была и ретро-формула, и формула USF 2000. Прокатились мы на NASCAR. И весенняя, и зимняя серия, и ретро-серия была. Сейчас у нас закончился еще, что там, чемпионат DTM. Остались только две серии. По сути, это серия Leman, да, кубок Leman. Там осталась только одна гонка в Leman, которая пройдет 6 июля. И остался у нас туринг VTCC. Два этапа, которые пройдут в два ближайших вторника. По сути, это что? Это будет 27 июня и 4 июля. Нюрбург Ринг и Портланд. Две трассы остались в туринге. И одна гонка осталась... 40 минут остается. И одна гонка у нас осталась в кубке Leman. И кубок Leman, да, у нас Leman будет сколько, я не знаю, 2-24, либо 3 часа. А там нам придется ехать на машинах GTE, но возможно добавятся и прототипы на эту гонку. Прошлый этап Leman капа у нас не собрал достаточно участников, мы ехали всего всемиром. Но уменьшили дистанцию до... Два раза до 60 минут, должно было быть 2 часа к Яламе, мы проехали 1 час. Это было по-своему весело, приятно ехать, когда не такая большая дистанция и нас не так много. За Россом Гроссманом я буду принимать рестарт. 40 кругов пройдено, отправились мы на 41-й. Опять же, у меня сейчас на рестарте все плохо будет с тем, чтобы на второй передаче принимать рестарт. А первая передача коротковата, мне кажется. Можно попытаться, можно попробовать. Блин, пробовать, не пробовать. Лучше проиграть рестарт, но остаться живым. Потому что, ну блин, длинновато, длинновато вторая передача для рестарта. Видно, как они все уезжают вперед. Если б на этой трассе Сейфтикар ехал побыстрее, то возможно, да, возможно, она бы подошла. Скажем, сейчас он едет 88 километров, сейчас на некоторых трассах он может, в принципе, и 112 ехать, и 98 ехать. Поэтому там это было бы удобнее. Поехали. Да, Кроссман уезжает вперед. Как бы хорошо, я не реагировал на рестарте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Долго тянется этот период желтых флагов Сейчас будет самое обидное если вдруг мы решим что мы научились ездить и поедем дальше под зелеными Я слишком близко приближается к машине безопасности Мне кажется что в какой-то момент машина безопасности проезжает эту линию выезда спидлейн И вот именно в этот момент все меняется на экране Друг 5 минут мы уже едем Еще минуты 32 нам ехать По идее на этом круге у нас сейчас должен быть выбор линии Стоит inside или outside Выбрал inside Хотя мне нравится на самом деле и outside на restart Я там чувствую себя как-то более раскованно Саненко прям позади меня restart принимает Первер недоволен Просит зеленый А я не хочу зеленый Мне нельзя зеленый Сейчас мы линию выезда спидлайн проедем По идее эта надпись сменится с allow to pass safety car на follow safety car Да? Ну давай меняйся Вот Follow safety car inside line 78 км в час где-то должен ехать Можно сейчас пойти на какую-нибудь хитрость Типа начать ускоряться Потихоньку, планомерно, равномерно До зеленого флага Не проиграет на этом restart, да? Нет, пока с Вандербергом более-менее ровно идем Отлично Захватили лидерство, поехали Тридцать минут остается Мы даже половину гонки не проехали еще Тридцать минут остается Нет Очень серьезный Гонки не проехали Уменьшируй Уменьшируй 30 литров на 11 кругов. 60 литров на 22 круга. 150 кругов мы поехали. Следующий раз, когда я пересеку линию старт-финиш, это будет отметка экватор гонки. Только не говорите, что мы сейчас поедем до финиша под зеленым флагом. Это будет отметка экватор гонки. Отметку 50 кругов до финиша мы преодолели. Это означает, что где-то за 40 кругов до финиша у меня будет пидстоп. Если будет за 40 кругов до финиша пидстоп, это все равно не дотянуть до финиша на одном баке. Два пидстопа придется делать. Это будет плохо. Нужно уповать на желтый флаг. Какой-нибудь желтый флаг мне не помешает. Ларс вырывается на вторую позицию. Локи страйк уже пятый. Ларс вырывается на вторую позицию. Ларс вырывается на вторую позицию. Опять кругов топлива остается. Где ваши желтые флаги, ребята? четыре круга еще топлива мне бы сейчас пригодились желтые флаги лапс меня потихоньку догоняет пара кого-то по топливу остается на следующем надо будет в петре ехать этот пока нет следующий с ларсом оторвались ван дер берк тоже заехал правда блин зачем-то меняю только одну сторону две менять то что я сэкономлю тут пять секунд ничего не даст саненко на петлейне в итоге я выехал круговым по крайней мере могу быть первым из круговых по крайней мере могу быть первым из круговых сейчас чуть машину не потерял я ж только две шины поменял могло бы быть больно могло бы быть больно и он будет первым из круговых лаки доком и он будет первым из круговых лаки доком и саненко меня на свежих шинах догоняет у него резина свежее чем у меня все таки надо было менять с двух сторон да блин я с одной стороны готовился менять когда я думал ехать под сейфтикаром думал что будут еще сейфтикары тут нет тут их не было м sighthuis м white м мешей м м м 20 минут остается 20 минут это в принципе не так мало если ехать под зелеными флагами это кругов 40 там может получиться тем сегодня я не угадал когда будет лонгран я проваливаюсь назад и конечно с тактикой накосячил поменяв две покрышки только из четырех передняя левая страдает могу войти в поворот и сайд 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я могу даже ненадолго вернуться сейчас в лидирующий круг Сейчас я был бы не против желтого флага Ближайшие 14 кругов Он тут до сих пор нет Вот он и елло 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 Повезло, повезло, я же на пятое место вышел Теперь можно полный сервис заказать Не знаю, конечно, нужно ли мне полный пак заливать В любом случае, нужно менять все четыре покрышки Здесь, конечно, те, кто недавно побывал под зелеными на пятах Они получат преимущество, но, по крайней мере, я нивелирую свою возможность проиграть круг Писаненко второй Для него это тоже спасение, этот желтый флаг Сейчас петлы на нас откроются сразу Повезло Много кто поехал, это хорошо Сошел кто должен был передо мной быть Этот ДНФ даже мне на пользу Потому что у меня ускорился выезд спидбокса Я не так много потеряю, как мог Выехал за вандербегом Полный баг я лить не стал У нас будет где-то кругов 20 до финиша У нас будет где-то У нас будет где-то У нас будет где-то Именно сейчас поехал на перлейн Чуть не обогнал своих соперников Им пришлось перетормозить перед линией И ждать, пока все проедут обратно вперед Таким образом на десятое место я перемещаюсь Впереди снова Гроссман Денис Локкистрайк Неплохая комбашка впереди Ну а я буду сейчас тратить время на прорыв Благо скорость у этой машины есть Не знаю что Времени остается все меньше и меньше Где-то на рестарте у нас будет минут десять Мы будем близки к тому Чтобы сто два круга проехать Если у нас будет под зеленым все Но все равно мы будем Где-то в районе девяносто восьми кругов Наверно девяносто девяти Хотя даже, наверное, меньше Меньше, 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 меньше Сейчас будет десять минут На отметке восемьдесят кругов К моменту рестарта Наверно будет восемь тридцать До финиша В семнадцать мы проедем Восемьдесят плюс семнадцать Девяносто 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 семь кругов Мы сейчас можем проехать Круг под сейфтикаром Час тридцать пять Занимает Девяносто перемешивается это скорее всего был химинус который получил лаки дога и те кто у нас получают лаки дога они стартуют с хвоста что практически все пилоты у нас в лидирующем круге кроме трейхорна который проигрывает пять кругов safety car появился очень вовремя он многих спас вот именно ровно в нужный момент когда все запитались по одному разу и не успели никто еще запититься по второму флаг поехали 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 не тормозить не тормозить не тормозить немножко ты пустил газ как стену цепляет а 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 При старте я немножко проиграл, но сейчас будем отыгрываться. Outside, 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 outside. Outside, 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 outside. Опа, впереди жёлтый флаг. Это, кстати, плохо, мы можем сейчас и по-жёлтым финишировать с таким маленьким запасом по времени. У нас будет четыре круга по полторы минуты. Стрейхер получил Локи Дога. Пять минуты остаётся до финиша. Это и открылись, но сейчас нет смысла туда ехать. Только потеря позиции здесь долгая. Нужно отыгрывать места. Впереди никто и не поехал. Только если ты совсем последним едешь, можно тогда рискнуть поставить на неё новые шины, не знаю, там радиатор заклеить, но даже так, у нас не будет времени на рестарт. Возможно, у нас будет рестарт и сразу финиш. Кто его знает, на гринфлаге такое вполне может быть, что во время гринфлага истечёт время на последнем круге под сейфти-каром. В следующем круге у нас будет отметка 3 минуты. Это будет круг 2-2-го. На полторы минуты у нас будет 1-2 грин. И где-то в момент рестарта у нас истечёт время. Вопрос, до линии старт-финиш или после линии старт-финиш? А блин, на рестартах я всё время проигрываю. Лаки-страйк пока что лидирует, Гроссман 2-й. Гроссман 3-й. Ларс 2-й, Гроссман 3-й и снова 4-й. Денис 5-й. Писаненко на 12-ю позицию откатился. Лаки-страйк сейчас хотел бы, чтоб эта гонка закончилась под желтыми флагами. Питы открылись. У нас есть время сейчас уйти на ту-ту-гоу. Хоть и да, это даже будет не 3 минуты, а чуть меньше трёх минут. 2,55 наверное, нет? А нет, 2,58. Отправились мы на ту-ту-гоу. Следующий круг будет где-то в полутора минутах от стечения времени. И это будет круг 1-лап-то-гоу. Где мы выстроимся в два ряда и будем ехать в два ряда. И на этом у нас время стечёт. И на грин-флаге мы должны будем рвануть вперёд. И кто вот выиграет вот этот финишный дэш, да, от грин-флага до линии старт-финиш, то ты выиграет. В итоге мы с трудом проедем 90 кругов. Многовато сегодня вышло желтых плагов. Хотя, казалось бы, вот она, трасса такая широкая. Но, возможно, не у всех получилось найти удачные настройки. Сомневаюсь я, что это из-за обилия борьбы какого-то. Смотрим на таймер. Минута 35, минута 34, 33, 32, 31. Мы ещё далеко до линии старт-финиш. Время истечёт определённо на 1-лап-то-гоу. Минуту 35 где-то ехать. Круг за сейфти-каром. Я буду на аутсайде за синей машиной. Сейчас, конечно, будет очень важно правильно принять рестарт. Страйк, я так понимаю, выбрал аутсайд. Мы будем гоночный рестарт делать сейчас. Максимально агрессивно давайте, ребята. Да, 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 да. Тут желтого флага уже не будет, скорее всего. Хотя невозможно будет. У нас же всё-таки это не последний круг, а просто время истекает. Время истекло. Ждём грин-флаг. Время истекло. Ждём грин-флаг, поехали! Время истекло. Время истекло. Время истекло. Время истекло. Плечитого флага ещё не было. У меня, по крайней мере, не было. А я не знаю почему и что это случилось. Меня почему-то показывают сейчас первым. И определённо не первый. Короче, глюк случился. Половину ребят, походу, просто оштрафовало. Здесь это у меня так заглючило, что я первый. Гранный глюк. Но это вот из-за того, что у нас финиш по времени. Не по сейфти кару. Точнее, не по кругам. В следующей неделе Индия-Наполис. Конечно, показывает, что я победил. Но на самом деле это не так. Тут вообще ещё непонятно. В районе восьмого места, скорее всего, я буду. Победителем должен быть, по идее, Лаки-Страйк. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Через неделю у нас, да, Индия-Наполис. Ну, а завтра Дарлингтон на СРЦ. Посмотрим, как это будет.